Пока историки и ученые по всему миру спорят о существовании Атлантиды, я уже, кажется, нашла свой Атлантис в Дубае, в Арабских Эмиратах. Это не просто отель, а настоящий город развлечений. Я остановлюсь здесь на целых 4 дня, чтобы показать вам все самое интересное, что здесь есть. Этот затерянный город, ну то есть, конечно, отель Атлантис, находится на искусственном острове Де Паум Джумейра. Насыпной остров Пальма начали строить в 2001 году, а уже в 2006 году началось строительство отеля Атлантис. Это невероятно огромное здание построили за рекордные два года. И все для того, чтобы сюда приехала отдыхать я, Юля Дунаевская, ну и еще пару миллионов туристов. При входе в отель тебя встречает красная дорожка, отчего ты чувствуешь себя даже немного кинозвездой. Но все-таки главная звезда в этом лобби – это вот это 10-метровое произведение искусства, полностью сделанное из стекла. Кроме обычного ресепшена, здесь также есть вот такие комнаты для VIP-чекина. Такой VIP-сервис позволяет избежать очередей, а также в тишине и комфорте получить ключи от номера. А пока готовят мой номер, я отправлюсь в лаунж. Здесь вот такой лаунж, доступный только для гостей отеля. Здесь ты просто набираешь еду. Короче, как буфет такой, просто ходишь себе и набираешь всякие маленькие закусочки. И также тебе приносят кофе и чай. Всего через 15 минут мой номер был полностью готов. Какой же здесь потрясающий номер, друзья. Очень уютно. Прямой вид на пальму. Видно бассейн. Сейчас это тихонько покажу вам. Небольшая дымка, потому что очень жарко. Но при этом температура сейчас комфортная. Проезжает монорельс. Написали мое имя, как обычно. Очень приятно. И смотрите, какая здесь огромная двуспальная кровать. Очень удобный матрас, кстати говоря. Здесь у нас находится мини-бар. Различные орешки, шоколадки, печенье. И также есть кофемашина. И еще есть чайник для приготовления моего любимого чая. Вот такая потрясающая ванная комната здесь. Огромная ванная есть. Вот эти, кстати говоря, дверцы раздвигаются. Но я их обычно сдвигаю. Я не люблю, когда они открыты. Можно вот так вот сделать себе стену. Здесь вот такие маленькие приятные детали. Косметика от Atlantis. Различные маленькие штучки, расчески. В общем, все, что нужно. Зубные щетки, конечно, тоже есть. Смотрите, какой здесь есть халат. Здесь есть, конечно же, туалет. И еще, кроме ванной, есть вот такой рейншауэр. Как это по-русски будет? В общем, вы поняли. Классный душ. Большой душ. Atlantis – это вообще отель с одним из лучших сервисов в Арабских Эмиратах. И смотрите, какие здесь крутые тапочки есть. Боже, ребята, какие они мягкие. Это самые удобные отельные тапочки из всех, что я когда-то видела. Вот Atlantis, конечно, умеет вот такими мелочами удивлять. Здесь есть всякие приятные мелочи. Например, сумка пляжная для того, чтобы взять свои вещи к бассейну, например. Всякие маленькие принадлежности. Ручка, блокнот. И еще очень приятно сделали мне тоже такой подарок. Смотрите, куча всего. Здесь маленьких сувенирщиков от Atlantis. Например, вот такой водозащитный кейс от воды. Да, например, можно телефон свой положить сюда. Вот такая красивая розовая кепка. Всякие сумочки. Красивейшая чашка Atlantis. Даже не успела заметить, сколько приятных подарочков сделали мне. Блокнотик такой милый, красивый. Целая куча всего. И даже вот такая модная панамка. Вот такую красоту мне только что принесли в номер. Я, конечно, не голодна, но все равно попробую немножечко. Здесь, конечно, очень балуют едой. Здесь всякие арабские меза. Бабагануш, хумус, мутабл. Еще сладости. Посмотрим, что здесь. Это, друзья, красивейший кашекот разного вида. Вот здесь даже написано, что здесь. Карамель, кокос, малина. Вообще различные вкусы, которые мне нельзя, потому что я стараюсь не есть сладкое. Но придется. Это же работа, правда? Еда в Атлантис просто шикарная. Про это я расскажу еще немного позже. А сейчас давайте про самое главное. И это, конечно, гигантский комплекс Аквавентure World. В Аквавентure World есть множество развлечений. И начнем мы с аквапарка. Этот аквапарк известен своими прозрачными горками, которые проходят через аквариумы с настоящими акулами. Хочу отметить, что Аквавентure Water Park является самым большим аквапарком в мире. Здесь находится невероятных 105 горок, из которых, если честно, я успела посетить всего 7. Также здесь есть очень длинная река с волнами и детская зона. На территории комплекса Аквавентure World также есть вот такой пляж, где можно посмотреть на дельфинов. Называется он Dolphin Bay и находится он в Atlas Village. И, конечно, в Аквавентure World есть огромный аквариум, который называется The Lost Chambers. Здесь находится больше 65 тысяч морских растений и животных. Некоторые рыбы тебя впечатляют даже больше, чем акулы. Оказалось, что на аквариум можно посмотреть не только снаружи, но и изнутри. И я впервые в жизни решила сделать погружение. Если честно, я очень долго сомневалась, ведь я вообще не умею плавать. Ну все, мне выдали костюмчик. Буду сейчас переодеваться. Ааа, так страшно. Ну какой мне костюмчик выглядит. Как вам? Безумно нервничаю. Посмотрим, что из этого получится. Перед погружением я прошла инструктаж, который, если честно, я полностью прослушала, потому что я очень волновалась. Меня успокаивало то, что погружение происходит с несколькими инструкторами, которые просто не спускают с тебя глаз. На тебя надевают вот такой огромный шлем, который весит больше 30 килограмм. И затем... Затем просто полный восторг от того, что ты приземлился на другую планету. Оказалось, что уметь плавать здесь совсем не обязательно, ведь по дну нужно просто ходить. Кстати, в аквариуме ты становишься немножечко звездой, ведь в этот момент на тебя смотрят сотни посетителей. Блин, ребята, это было просто круто. Это просто потрясающе. Очень рекомендую попробовать. Просто как будто вы слетали на другую планету. Кстати, здесь есть еще одна экскурсия, где можно побывать за кулисами аквариума. Экскурсия называется Fish Tales. Здесь вы попадаете в центр заботы о морских жителях этого аквариума. Здесь можно увидеть детский сад для вот таких маленьких скатов, а еще различных спасенных морских животных и даже самую маленькую акуду. Здесь можно просто часами гулять и рассматривать экзотических рыб. Ну а сейчас пришла пора показать вам, где и что можно поесть в этом отеле. Начнем мы с ужина в мясном ресторане, который называется Seafire. Здесь тебе приносят вот такое красивое меню с подсветкой, с большим выбором блюд из мяса, а также вина. Кухня здесь открытая, поэтому вы можете наблюдать, как готовят ваш стейк. Если вы заказываете стейк, вам здесь даже предлагают самим выбрать себе нож. Если честно, еда мне настолько понравилась, что я решила обязательно вернуться сюда еще раз. На следующее утро меня ждала очень важная миссия – протестировать завтрак. Для этого я отправилась в ресторан «Сафрон». На завтрак в Атлантис-де-Палм есть абсолютно все. Посмотрите, какого разнообразного завтрака я, наверное, еще вообще нигде не видела. Посмотрите. И супы здесь есть, и мясо. И посмотрите на этот огромный зал. Обойти его трудно. А уже съесть то, что здесь находится, ну, все точно не получится. Мне правда трудно сказать, чего здесь только нет. Можете предложить свою версию в комментариях. Какой огромный стеллаж с круассанами. Посмотрите. С круассанами, кончиками, пирожными. Вау. И даже шоколадный бонтан есть. Вот белый и темный шоколад вместе стекают здесь. Также позавтракать в отеле можно в огромном ресторане, который называется «Калейдоскоп». Выбор еды там плюс-минус такой же. Несмотря на то, что я остановилась в этом отеле в антисезон, то есть посреди жаркого лета, людей в отеле оказалось очень много, то есть он был полностью заполнен. И что удивительно для меня, сотрудники отеля и ресторанов справляются с таким потоком очень хорошо. То есть нигде нет хаоса, очередей, и все работает четко и быстро. На самом деле ресторанов в этом отеле очень много. Чтобы их все обойти, нужно провести здесь как минимум неделю. Очень рекомендую вам сходить на ужин в ресторан ливанской кухни, который называется «Аямна». Если вы хотите узнать, что такое самая вкусная арабская еда, то вам точно сюда. Обязательно попробуйте их закуски, мезе, а также мясо и десерты. Для тех, кто хочет атмосферу тусовки, подойдет бар и ресторан мексиканской кухни «Эль Фуэго». Здесь всегда играет латиноамериканская музыка, а также проходят различные танцевальные шоу. Да, и кулинарные шоу официанты делают у тебя прямо перед твоим столом. И, конечно, один из самых уникальных ресторанов в отеле – это ресторан известного шефа Гордона Рамзи, который называется «Брэд Стрит». Здесь очень оригинально подают коктейли, а еще здесь можно попробовать британскую кухню. На мой взгляд, отель Атлантис – это место, где нужно останавливаться как минимум на несколько недель. Здесь еще можно столько всего попробовать, что я однозначно решила вернуться сюда еще раз. Кстати, напишите в комментариях, что из того, что я показала в видео, вы хотели бы попробовать в Атлантис. И не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться, чтобы не пропустить следующее интересное видео про Дубай.